За свой сквер готовы пойти в рукопашную. И пошли. Жильцы домов 4910 и 4911 настроены решительно. Им не нравится перспектива заполучить вместо небольшого полисадника магазин со стоянкой. И причина для таких опасений есть. Но во всем по порядку в сюжете Эльмира Гайнудиновой. Жильцы многострадальных домов 4910 и 4911 обеспокоены тем, что на территории сквера может появиться магазин с гостевой автостоянкой. Не так давно не получили от администрации района уведомления об этом. Раньше хотели тут поставить два девятиэтажных дома. Значит вот они обращались к президенту, в суд и суд отменил эту постройку. Потом вот в этом уже году прислали, что автостоянка будет на 300 метров. Опять мы жалобу опять отстояли. И теперь активисты борются за сохранение сквера и благоустройства. Это единственный, наверное, оазис в городе остался, который не застроен ни супермаркетами, ни магазинами. Я очень прошу руководства нашего города и нашего района подумать о нас, о людях, о нас, о стариках и о детях. Обеспокоенные жители с подозрением отнеслись к появлению здесь на днях бригады рабочих. Прибытие бульдозера и вовсе вызвало тревогу. Конструктивного диалога не получилось. Именно здесь была потасовка между жителями домов 4910 и 4911 и сотрудниками КАМА Транссервис. Драка завершилась тем, что одному из участников пришлось оказывать скорую медицинскую помощь. Однако это были не застройщики, а ремонтники, которые приступили к замене труб тепловых сетей. Под горячую руку жильцов попал рядовой сотрудник транспортной компании. Как вот в Америке. Показалось, что у этого человека оружие и на всякий случай ее пристрелили. И можно по-другому, здесь по-другому ничего не скажешь. Подумав о том, что они могут строить какое-то здание, условно говоря, или какой-то там объект, решили методом кулака пытаться разрегулировать эту ситуацию. Разбираться в конфликте будет уже следствие. Что касается стройки, то, вопреки полученному жильцам уведомлению, Висполком информацию о появлении магазина не подтвердили. А начальник городского управления архитектуры, городостроительства и инвестиций сообщил, что пока не готов ответить на вопросы. Правда, Денис Щерба пообещал, что прокомментирует ситуацию, но попозже.